This conference will now be recorded. Конечно же инструмент Cisco Packet Tracer очень многофункциональный и разобрать весь его арсенал невозможно за столь короткий мастер-класс. Поэтому мы уделим внимание только некоторым аспектам и больше сделаем упор именно на моделирование сетей начального уровня, ну а уж остальные возможности возможно рассмотрим в каких-то других мастер-классах. Прежде чем перейдем к содержимому, наверное стоит немножко рассказать о себе. Как я уже сказал, зовут меня Монах Павел Сергеевич, можно просто Павел, можно на ты, можно на вы. Подробную информацию обо мне всегда можно найти на сайте monachps.ru, там же есть и контакты, там же есть и ссылки на такие вещи как канал на YouTube. Поэтому пожалуйста заходите, смотрите, пишите. Я являюсь в данный момент преподавателем в Центре компьютерного обучения специалист на постоянной основе. Довольно долгое время я совмещал роли инженера по сетям, по сетевой архитектуре с должностью преподавателя, но конкретно в этом году решил сконцентрироваться исключительно на преподавании. И здесь в Центре специалист я веду курсы, посвященные сетям, в общем и в частности посвященные оборудованию компании Cisco Systems. Также курсы, посвященные безопасности и открытому программному обеспечению Windows. Часть статусов моих сертификаций вы видите на экране. Это далеко не полный список, я не стал засорять слайд. И я думаю, тот, кто смотрел мои мастер-классы, он это не раз уже видел. Единственное новшество, которое здесь появилось на слайде, это вот этот вот черно-белый код в правом нижнем углу. Мне сказали, что люди нынче не очень хотят вбивать названия сайтов вроде monafps.ru. И гораздо приятнее им будет просто видеть всякие эти черно-белые QR-коды, что ты как где-то это не делаешь. Вот я постарался, даже смог добавить этот QR-код, который я сам, если честно, никогда не пользуюсь. Но вот этот код, да, он тоже вас перекинет на мой сайт. Раз уж я упомянул Центр компьютерного обучения «Специалист», то, наверное, стоит о самом Центре рассказать очень-очень кратко. Центр «Специалист» — это крупнейший учебный центр России и Восточной Европы. Мы в этом году юбилей, 30 лет будет осенью, как Центр был создан, успешно функционирует. Из этих 30-ти 10 лет здесь работаю я в разных ипостасях и в качестве преподавателя уже, наверное, лет 7 или 8. Чуть позже я пришел, чем стукнуло 20 лет. За эти долгие годы более миллиона выпускников, более 35 тысяч корпоративных клиентов, 50 учебных классов, 250 преподавателей-экспертов, среди которых и я вроде как. И огромный-огромный арсенал курсов, более тысячи курсов, включая как раз-таки курсы по сетям, по оборудованию компании «Циска Системс», курс, посвященный сетевой безопасности, кибербезопасности и много-много чего еще. Часть наших плюсов вы видите на экране. От себя добавлю Центр компьютерного обучения «Специалист» – это лицензированное образовательное учреждение. И пройдя обучение, вы не только получаете знания и навыки, но вы также имеете возможность получить такие документы, как удостоверение о повышении квалификации. Или если вы берете большие дипломные программы, проходите курсы, сдаете работу дипломную, то можете получить даже диплом о профессиональной переподготовке. Таким образом, вы не только получите знания и навыки, но еще сможете работодателю документально подтвердить, что вы не просто так на словах это все знаете, а в нашей стране, как вы знаете, например, госсекторы или околгоссекторы, очень важно, чтобы ваша квалификация соответствовала занимаемой должности. Так что в Центре «Специалист» можно получить все сразу – и теоретические знания, и практические навыки, и документальное подтверждение. Ну а теперь, собственно, к поддержимому семинару Cisco Packet Tracer. Что такое Cisco Packet Tracer? Cisco Packet Tracer – это инструмент, который создан специально в рамках программы Сетевой Академии Cisco – Cisco Networking Academy. Что такое Networking Academy? Это онлайн-ресурс, посвященный обучению в сфере информационных технологий. Сначала это был ресурс, полностью посвященный сетям и оборудованию компании Cisco Systems, но со временем появились курсы по смежным тематикам, таким как курсы по открытому ПО, по Linux, курсы по программированию на C, C++, Python, курсы по безопасности, курсы по кибербезопасности, курсы по интернету вещей. И как раз для этой программы, для более продуктивной работы, для более удобного изучения, моделирования, был создан этот замечательный инструмент Cisco Packet Tracer. Packet Tracer изначально является симулятором работы сети. Именно симулятором. Он позволяет вам моделировать сети, строить простейшие сети, может быть, даже и не простейшие. Есть возможность настройки оборудования. Конечно, Packet Tracer не повторяет работу сети один в один. Это невозможно. Реальная жизнь гораздо-гораздо более трудная. Однако, если вы начинаете свое движение в мире сетей, интернета вещей, Packet Tracer даст вам, я вам покажу, наверное, полное погружение в мир сетей. И его будет вполне достаточно, даже с головой хватит для первоначальных, для начальных курсов. Cisco Packet Tracer в первую очередь используется для того, чтобы создавать и настраивать сети. И он является неотъемлемым инструментом на курсах по сетям. И тот, кто приходит ко мне на курсы по сетям начального уровня в Packet Tracer работает и работает довольно активно. Это то, благодаря чему Packet Tracer, в общем-то, известен. Создание и конфигурирование своих собственных сетей. Однако, у Packet Tracer есть и множество других возможностей. Например, начиная с версии 8.0, которая вышла в том году, в Packet Tracer добавили большое количество функционала, связанное с эмуляцией физической работы с устройствами. Раньше упор делали на логической составляющей. И в том году, из-за всем вам известных событий, подумали, что неплохо было бы добавить и эмуляцию работы физической, построение стоек, соединение патч-кордами, расположение в разных стойках, оборудование на столах и так далее. Довольно интересный функционал, пока еще, наверное, не 100% повторяющий физическую работу, но, тем не менее, уже довольно приятно, гораздо лучше, чем не иметь никакой возможности видеть оборудование. Также, Packet Tracer позволяет не только строить сети логически или физически, но и позволяет перейти в режим симуляции. И в этом режиме можно будет смотреть, как пакеты перемещаются по вашей сети, что в этих пакетах есть, как устройства эти пакеты обрабатывают, придерживаясь какой логики. Пакет Tracer поддерживает огромное количество протоколов IP-версии 4, IP-версии 6, Ethernet, ARP, ICMP, FTP. Вы увидите это по ходу демонстрации. И для новичка или для того, кто желает погрузиться в сети глубже, мне кажется, это замечательно. Конечно, в реальной жизни вы можете использовать снифер, вроде Wireshark или TCP-Dump, но для этого вам придется построить какую-то сеть, а если у вас нет под рукой нужного оборудования, то вряд ли вы сможете это сэмулировать. И режим симуляции позволяет вам не только эмулировать работу больших сетей и изучать их работу, но и позволяет довольно подробно рассмотреть содержимое пакетов, что мне кажется довольно здорово, пока вы не перейдете к сниферу. Плюс большой, то что вам не нужно очень сильно напрягаться, настраивая возможность реального снифинга, а здесь все делается буквально одним щелчком мышки. Вот этим мы сегодня с вами и займемся. Также в новых версиях Packet Tracer появилась, по-моему, с версии 7.3, появилась возможность, появилось такое устройство, как сетевой контроллер. Сейчас очень активно развиваются такие вещи, как программно определяемые сети. И, конечно же, это надо отображать и в курсах, и в Packet Tracer. Например, появилось такое устройство, как сетевой контроллер, который позволяет показать вам базовые возможности контроллера Cisco DNA Center. И также добавили возможность каких-то базовых, какого-то базового программирования с использованием API этого сетевого контроллера. Немного не тема тех курсов, которые я веду, это тема больше относящаяся к будущим разработчикам, но тем не менее. Еще более сложные вещи, относящиеся, опять же, больше к разработчикам, это поддержка IoT-решений, решения интернета вещей, возможность их программирования прямо внутри Packet Tracer. Эта возможность появилась уже довольно давно, по-моему, еще в версии 7.0 и активно развивается. Вы можете в рамках Packet Tracer симулировать умный дом, например, умный участок, запрограммировать на языке, к примеру, Python поведение простейших устройств интернета вещей. Опять, немного не моя тема, но на курсах, посвященных интернету вещей, этот функционал используется довольно активно. И последний слайд, посвященный базовым возможностям, то, что Packet Tracer позволяет работать в так называемом multi-режиме, когда вы запускаете Packet Tracer на нескольких устройствах и можете работать совместно. Packet Tracer позволяет выйти за пределы обычного ПК и можно строить сети совместно или, наоборот, выполнять какие-то задания на, к примеру, скорость, соревноваться с другими участниками. Довольно мощный тоже функционал, не сказать, что я его особо использую, но для кого-то это может быть крайне интересно. Допустим, у нас собралось несколько участников, каждый за своим компьютером, за своим экземпляром Packet Tracer, но они все между собой общаются, и таким образом можно построить что-то действительно большое. Сегодня мы с вами сделаем упор на режиме моделирования или режиме симуляции, и для этого я закрою презентацию, открою Packet Tracer, последний на сегодняшний момент версии 8.0.1. Вот так вот выглядит основное окно Cisco Packet Tracer после запуска. Если вы никогда не работали с Cisco Packet Tracer и вот, может быть, его только установили или установите его после семинара, в Packet Tracer, во-первых, есть прекрасная справка, которую всегда можно найти в разделе Help. Также есть огромное количество по-английски Tutorials, то есть какие-то пошаговых инструкций для базового ознакомления с интерфейсом. И в меню File есть раздел Open Samples. В комплекте с Packet Tracer поставляется огромное количество заранее созданных технологий, заранее созданных топологий, в которых может быть уже освещены определенные аспекты. Вот, например, для работы с SKA, с Bluetooth, с мобильными сетями, с HTML, с интернетом вещей, с устройством Miraki, с network-контроллерами, с маршрутизатором, безопасность и так далее. Можно открывать, изучать или на основе этого экспериментировать. Когда вы открываете Packet Tracer, вы видите вверху стандартную полосу меню, панели инструментов. Внизу вы видите, как говорят, палитру с устройствами и посередке огромное пространство занимает холст, на котором, собственно, можно строить сети логически. Как вы видите, слева вверху есть возможность переключения между логическим отображением и физическим, строить сеть, охватывающие города, страны, расположение устройств в конкретных зданиях, определять в стойках. Не тема нашего сегодняшнего мастер-класса, мы сосредоточимся именно на логической составляющей, которая активна по умолчанию. Слева внизу палитра устройств и для базовой симуляции, я думаю, нам потребуются следующие устройства. Значит, из конечных устройств N-Devices мне сегодня пригодится ПК. Как видите, устройств довольно много, ПК, ноутбуки, серверы и вообще устройств, как видите, в целом довольно много. Это и маршрутизаторы, причем довольно большое количество моделей. Коммутаторы, причем как коммутаторы второго уровня, так и третьего. Старые устройства, такие как концентраторы или хабы, или повторители. Устройства, связанные с беспроводкой, точки доступа, беспроводные контроллеры. Устройства безопасности CIS-кассы 5505-5506. Из конечных устройств, помимо стандартных компьютеров, серверов, телефонов и так далее, есть, например, устройство интернета вещей в довольно большом объеме. Видите, всякие датчики, контроллеры. Устройство для построения умных городов, опять же, интернет вещей. Промышленные устройства интернета вещей. И устройства, помогающие в построении умных электрических сетей Power Grid. Возможность соединять устройства различными кабелями, начиная с медной кабель типа витая пара, прямые, перекрестные, оптика, старые кабели вроде серийных и множество других вещей. Мне потребуется, как я уже сказал, ПК. Я его расположил на холсте. Как видим, он появился. Мне не очень нравится, что он называется PC0, поэтому я смотрю, что у него есть в настроечках. Мне немножко не хватает вкладок. Как видите, по умолчанию я попал на вкладку Desktop. Это аналог рабочего стола. И здесь я вижу какой-то аналог приложений, вроде конфигурации IP, эмулятор терминала, командная строка, браузер. Мне не хватает здесь вкладочки с основными настройками. Я думаю, она случайно скрылась. Для добавления вкладочки я зайду в Options Preferences. И все галочки Hide сниму, чтобы у меня был полный набор. Теперь появилась нужная мне вкладочка Physical. Как видите, вот он тот ПК, с которым я буду работать. Эта передняя панель. Более того, его можно включать-выключать. В него уже вставлена какая-то базовая сетевая плата. Это 100-мегабитная сетевая плата. И если очень нужно, я ее могу вообще-то заменить. Слева я вижу разнообразные модули. Например, модули гигабитный Ethernet, модуль с SFP для подключения оптики, беспроводной модуль. И я бы мог это заменить. Но что я вижу? Нельзя вытаскивать на горячую подобные вещи. И чтобы вставить другой модуль, надо сначала устройство выключить, как по-правильному происходит это. Заменить, а потом обратное устройство включить. Меня вполне устроит сейчас модуль с 100-мегабитной сетевой платой. Поэтому я его заменять не буду. Мне не нравится имя PC0, поэтому я перейду на вкладку Config. И в отображаемом имени поменяю PC0 на PC1. И на этом ограничусь. Потребуется мне второй ПК, который я также расположу на холсте. Он автоматом стал ПК2. И для моей симуляции, я думаю, мне подойдет очень-очень старенькое устройство сетевое, которое называется повторитель. Репитер. Вряд ли вы встретите повторители в реальной жизни, потому что они уже давно, и им давно отмерли. Однако при изучении сетей на курсе базовом я упоминаю работу этого устройства. И мне кажется, пусть этого устройства нет, но на основе повторителя строится логика устройств, появившихся после него, такого как хаб или концентратор. А от хаба мы прыгаем к бриджу, к мосту, а уже от бриджа прыгаем к маршрутизату. И на базовом курсе, когда я рассказываю про повторитель, я говорю, что это коробочка с двумя портами, которая вставляется в обычную электрическую розетку. И на курсах я объясняю, как повторитель работает. Повторитель – это тупейшее устройство, которое знать ничего не знает, ни о каких битах, ни о кадрах, ни о пакетах, а работает исключительно с электрическими сигналами и работает очень-очень просто. Когда на один из портов поступает электрический сигнал, повторитель его принимает, регенерирует, то есть повышает характеристики этого сигнала до положенных по стандарту и пересылает на другой порт. Все. Повторитель, с точки зрения модели ОСА, это устройство уровня 1, физического. Работает исключительно с электрическими сигналами и знать ничего не знает, ни о битах, ни о кадрах, ни о чем. Если я нажму на повторитель, в общем-то я увижу, как он выглядит, как действительно коробочка с двумя портами, включающиеся в электрическую розетку. В этот повторитель уже воткнуты модули с Ethernet-портами, со старыми добрыми 10-мегабитными портами. Я только переобзову мой повторитель, пусть он называется репитер-1. Вот так. Дальше мне потребуется объединить два моих устройства. Я перейду на вкладочку Connections и соединю все обычным медным кабелем типа витая пара. Как видите, можно попытаться вставить кабель в неправильный порт, например, в консольный порт или в USB-порт. Не получится, но попробовать можно. на повторителе я ставлю все это в порт Ethernet-0 и соединю второй ПК. Паста Ethernet в Ethernet-1. Репитер, довольно старое устройство, и у репитера порты работают в режиме 10-мегабит. полудуплекс на компьютерах 100-мегабитные сетевые платы. По идее, автоопределение могло бы отработать и перевести порт на сетевой плате ПК в нужный режим, но если у меня такой уверенности нет, я могу осознанно зайти на ПК и в режиме конфигурирования сетевой платы явно указать, какой мне нужен режим. 10-мегабит полудуплекс. И заодно я вижу здесь MAC-адрес сетевой платы, который, если что, могу поменять. Поменяю тот же самый режим и дуплекс на ПК2. 10-мегабит полудуплекс. Хорошо бы назначить какие-то базовые настройки на устройствах. Пусть у меня будет общая сеть. Чтобы мне было понятно, какая у меня сеть, я перейду вверх на панель инструментов и выберу инструмент Place Note. Разместить какой-то текст. Пусть у меня здесь будет сеть 192-168-1.0 по маске 24. На ПК1 будет адрес для простоты 101-й, а на ПК2 102-й. То, что я разместил текст с адресами ПК, не значит, что адреса на ПК действительно появятся, поэтому я осознанно зайду на компьютеры и вобью эти настройки на вкладочке Desktop IP Configuration первому ПК я так и назначу адрес 192-168-1-101 по маске 24, 3 раза 255-0 плюс и остальные настройки мне здесь ни к чему. Перейду на ПК2 и выполню аналогичные настройки Desktop IP Configuration 192-168-1-102 по маске 3 раза 255-0 и вот теперь я готов к симуляции. Пока все работает в режиме реального времени справа внизу вы видите две кнопочки Realtime и Simulation Realtime все происходит в режиме реального времени и меня будет интересовать следующий аспект. Если я зайду на ПК 1 открою там командную строку давайте я это покажу открою инструмент командная строка Command Prompt и попробую связаться с ПК 2 ради теста командой ping мне интересно что будет в этот момент происходить и если есть те кто ходил ко мне на курсы то он знает что я этот аспект довольно подробно описываю и должно будет произойти примерно следующее ну во всяком случае я так говорю я открою блокнот и постараюсь расписать что же произойдет а потом эту догадку подтвердить когда на PC1 я напишу ping и адрес ПК 2 должно будет произойти следующее команда ping это команда которая создаст пакет протоколов служебного ICMP так как в качестве параметра я указал адрес устройства IP версии 4 то будет создан пакет служебного протокола ICMP версии 4 и конкретно этот пакет будет называться echo request echo запрос в ответ мне должен будет прийти echo ответ echo reply протокол ICMP версии 4 вкладывается непосредственно в пакет протокола IP версии 4 и в заголовке пакета IP версии 4 надо будет написать некоторые важные вещи адрес отправителя в этом случае ПК 1 напишет свой собственный адрес 192 168 1 101 адрес получателя в данном случае в качестве получателя устройство напишет тот адрес который я дал в качестве параметра 192 168 1 102 в заголовке IP версии 4 будет еще множество разных полей например поле Ptl time to leave хотя здесь не очень понятно какая операционная система используется на вот этом виртуальном ПК здесь используется аналог Windows а в Windows по умолчанию все пакеты будут иметь Ttl равный 128 остальные пакеты остальные данные из заголовка IP версии 4 нам будут неинтересны составляем пакет а дальше ПК 1 должен решить что за устройство является получателем и тут возможно несколько вариантов развития событий первый вариант получатель это сам PC 1 если в адресе получателя адрес совпадает с адресом устройства или если в адресе получателя будет loopback адрес то есть любой адрес на 127 в IP версии 4 то получатель это мы сами и мы не будем этот пакет никуда ниже опускать мы понимаем что это к нам и пакет по стеку снова уйдет наверх если получатель не мы сами то возможно два варианта развития событий первый вариант устройство получатель находится с нами в одной сети и устройство получатель находится в другой сети это очень важный момент потому что в зависимости от того где находится получатель нас с вами немножечко по-разному будут происходить дальнейшие действия сетевой уровень должен определить что за устройство является получателем и процесс происходит следующим образом ПК1 накладывает на свой адрес 192.168.1.101 свою маску в данном случае это маска 3 раза 255.0 и получается адрес сети 192.168.1.0 дальше наберем адрес получателя накладываем на него свою же маску и получаем адрес сети получателя 192.168.1.0 если адреса сети получились одинаковыми то отсюда ПК1 делает вывод получатель с нами в одной сети и нам не нужен никакой помощник для того чтобы общаться если же адреса сетей получились разные то тогда мы напрямую связаться не сможем и ПК1 должен будет обратиться к помощнику к маршрутизатору а в настройках этот адрес будет вбит как адрес шлюза по умолчанию в нашем в нашем случае адреса сетей совпали стало быть получатель с точки зрения ПК1 находится с ним в одной сети значит ПК1 и получатель могут пообщаться напрямую прекрасно если мы можем пообщаться напрямую тогда пакет IP версии 4 вкладывается внутрь кадра внутрь кадра на канальном уровне здесь используется протокол Ethernet мы должны будем указать MAC-адрес отправителя и MAC-адрес получателя MAC-адрес отправителя наш ПК1 знает он знает какая у него сетевая плата и он ставит свой MAC эти для простоты я его вынесу на экран и как и на любой машине под управлением Windows в командной строке можно воспользоваться командой IP-config для просмотра базовой информации о сетевых настройках а дополнительный параметр All покажет нам такие вещи как MAC-адрес например у меня есть два сетевых подключения это сетевая плата проводная и Bluetooth меня интересует MAC-адрес на реальной сетевой плате я его скопирую и помещу на экран чтобы нам было с вами удобнее вот сюда значит в MAC-адресе отправителя ПК-1 написано свой MAC а вот откуда он возьмет MAC-адрес получателя в сетях там где используется IP-версии 4 плюс Ethernet есть служебный протокол под названием ARP который как раз и позволяет имея IP-адрес получателя найти его MAC-адрес если PC-1 до этого общался с PC-2 то PC-1 должен будет заглянуть к себе в так называемое ARP кэш и попытаться найти там запись соответствующую вот этому IP-адресу как и на устройстве под управлением Windows можно посмотреть содержимое ARP кэша в командной строке с помощью команды ARP с параметром A как видим ARP кэш пуст стало быть PC-1 и PC-2 никогда друг с дружкой не общались или общались так давно то запись уже устарела и из таблицы ушла если мы не можем взять MAC-адрес из ARP кэша то нам придется отложить доставку пакета и запустить процесс ARP вот это недоделка будет поставлена на парковку как говорят или занесено в какой-то буфер и в этот момент запустится протокол ARP ARP работает очень просто по принципу запрос-ответ и PC-1 составит ARP запрос который будет спрашивать что-то вроде у кого есть адрес 192.168.1.102 ARP запрос вложится прямо внутрь кадра Ethernet в кадре Ethernet в MAC-адресе отправителя PC-1 укажет свой собственный MAC а вот в качестве адреса получателя будет указан MAC-адрес широковещательный C F так как мы не знаем кого конкретно спросить то мы спросим всех есть специальный широковещательный MAC-адрес C F любое устройство обязано принять этот кадр и обработать для чего я вам все это описывал это как бы теория и в общем-то эта теория может быть многим известная но как это же надо подтвердить и раз наш мастер-класс называется моделирование сетей хорошо бы вот это все как раз и посмотреть в режиме симуляции я расписал что должно происходить а вдруг я не прав вдруг я где-то вас обманул ну давайте на это поглядим я перейду в режим симуляции simulation время остановилось время не идет по умолчанию когда я перехожу в режим симуляции пакет трейсер будет стараться отловить пакеты всех известных ему протоколов вы можете очень точно определять какие протоколы вам нужны какие не нужны нажав edit filters и посмотрите какое обилие протокола здесь есть ARP DNS ICMP BGP EGRP OSP FDHCP HSRP RIP протоколы связанные с IPv6 DHCP v6 ICMP v6 и куча дополнительных протоколов вроде CDP FTP HTTP LACP и так далее я думаю я оставлю все галочки на месте пусть отлавливает все в пакет трейсере компьютеры гораздо менее разговорчивы нежели в реальной жизни и они не генерируют огромное количество служебного трафика без особого спроса поэтому мне не страшно если я оставлю все я только зайду на ПК1 и собственно запущу процесс дам эту самую команду ping и укажу адрес PC2 192 168 1 102 нажимаю enter и как бы ничего не происходит действительно потому что мы в режиме симуляции и здесь все происходит по шагам если я сверну это окошко то вы видите что в панели событий появились отловленные пакеты протокола ICMP и ARP и вот они здесь появились как я и описывал сначала был создан пакет ICMP версии 4 и я могу не просто его увидеть я могу нажать на него и посмотреть по нему подробности что я вижу посмотрите описание процесс ping стартует начинает следующий запрос процесс ping создает пакет echo request и пересылает это на уровень ниже IP адрес отправителя не установлен устройство устанавливает IP адрес отправителя в IP адрес своей сетевой платы 4 IP адрес получателя находится в той же самой сети и устройство устанавливает следующий прыжок next hop в IP адрес получателя в принципе то что я описал в блокноте текстом крайне похоже на то что мы видим здесь при этом мы также видим над описанием в outlayers посмотрите содержимое layer 3 я давайте выделю этот кусочек вот он что мы здесь видим установлен IP адрес отправителя 1.101 установлен IP адрес получателя 1.102 создается пакет типа echo request и если очень нужно то я могу посмотреть кто конкретно в этом пакете будет что я здесь вижу это данные переменной длины ICMP пакет ICMP вкладывается внутрь IP версии 4 в пакете IP версии 4 заголовок с TTL 128 адрес отправителя 1.101 адрес получателя 1.102 не тот TTL выделил извиняюсь вот он в общем-то все как я описал дальше пакет передается на уровень анальный я могу выделить здесь layer 2 и что вижу в описании IP адрес получателя это unicast адрес то бишь обозначает конкретного получателя процесс ARP просматривает ARP таблицу ARP кэш то что делал с вами я адрес соответствующий IP адресу NextHop не в ARP кэше и процесс ARP посылает ARP запрос вот отсюда мы делаем вывод что появился вот этот ARP запрос хорошо а что в этом ARP запросе нажму на ARP ARP процесс конструирует ARP запрос и ARP запрос вкладывается внутрь кадра Ethernet и посмотрите layer 2 составляется Ethernet заголовок MAC адрес отправителя на конце 269 8 это наш MAC адрес получателя все F широко вещательный внутри ARP запрос и там спрашивают о 1 102 этот кадр доделан кадр передается на уровень 1 и кадр выходит с интерфейса F0 интерфейс F0 отправляет кадр я могу увидеть подробности в details ARP запрос от кого он послан от нас и кого мы ищем 1 102 ARP запрос вкладывается в кадре Ethernet в кадре Ethernet мы видим такие вещи как MAC адрес отправителя MAC адрес получателя поле type если тут не очень хорошо видно то можно растянуть поле type обозначающий код протокола ARP 08 06 убедились что было все как я сказал хорошо а дальше как а дальше можно в списке под списком событий нажать кнопочку вперед и пакетик полетит мы увидим как ICMP забуферизуется и останется в памяти ARP полетит к повторителю а повторитель будет работать очень просто он примет это на один порт отправится второго порта смотрим полетел ARP вот он находится здесь и мы можем посмотреть логику отработки этого пакета отработка очень простая на вход интерфейс E0 Ethernet 0 получил кадр на выход на выход на out Ethernet порт Ethernet 1 высылает кадр все как видите репитер это действительно тупейшее устройство уровня 1 он не лезет внутрь ему не интересен кадр уровень 2 или что-то еще глубже он успокоился только обработав данные обработав сигнал на первом уровне причем послал он это все без изменений если мы рассмотрим входящий пакет и исходящий пакет мы вообще никаких изменений здесь не найдем репитер просто пересылает сквозь себя электрические сигналы дальше я нажму опять вперед кадр долетит до ПК2 ПК2 увидит что макадрес получателя широковещательный если макадрес получателя широковещательный ПК2 обязан его принять и обработать по полю тайп ПК2 обнаружат что внутри арп арп он понимает поэтому достанет из кадра арп запрос и увидит что в арп запросе спрашивают о нем и захочет отправить арп ответ нажимаю вперед прилетает арп запрос на ПК2 смотрю на отработку на первом уровне интерфейс фаноль получил кадр перемещаемся на второй уровень что видим полное описание того что происходило макадрес получателя соответствует макадресу порта или широковещательному адресу или мультикастов второй шаг устройство декапсулирует то что внутри кадра внутри кадра арп процесс арп его отрабатывает шаг 4 это арп запрос шаг 5 IP адрес цели таргета о ком спрашивают соответствует нашему IP адресу арп процесс обновляет таблицу арп то есть заносим отправителя к себе в арп кэш а дальше а дальше должны будем ответить арп процесс отвечает на запрос и в ответе он упоминает свой собственный мак и инкапсулирует это все в азернет кадр и посмотрим что же в итоге будет отправлено в PDU Outbound мы отвечаем мы отвечаем своим собственным маком в арп ответе арп ответ вкладываем в кадр кадры в качестве адреса отправителя пишут себя в качестве адреса получателя макадрес PC 1 пропутешествует арп запрос до повторителя не будем здесь останавливаться ничего нового мы не увидим арп ответ доходит до PC1 PC1 его отрабатывает заносит к себе макадрес получателя в кэш и теперь достает с парковки пакетик ICMP и готов этот пакетик ICMP выслать дальше соответственно если я захочу продолжить я могу нажимать кнопку вперед видеть как этот ICMP пакет пропутешествует что в нем есть сейчас он дойдет до PC2 этот пакет будет принят на него пойдет ICMP ответ я могу также посмотреть все при все подробности команда ping в виндовсе по умолчанию создает 4 ICMP пакета значит если первый пакет был успешно отправлен и ответ вернулся теперь мы увидим второй пакет и опять же можем посмотреть о нем все при все подробности потом будет третий пакет четвертый пакет ну и так далее я думаю основную идею вы поняли вот он четвертый пакет все они разных цветов чтобы было наглядней более того если вы куда-то далеко убежали вы можете по списку событий всегда вернуться обратно вот вас опять заинтересовал ARP который был в самом начале который я рассматривал вы думаете ой я его уже пропустил ничего страшного находите его в списке и всегда можете на него нажать и посмотреть то что было более того если нажать пару раз то вы видите рядом со строчками появляется глазик и то что вы увидите на холсте будет повторять то что вы выделили таким образом можно по времени убегать вперед назад и не бояться что-то пропустить посмотрел изучил думаю все хорошо дай-ка вернусь обратно два раза щелкаю в самый конец и опять вижу ICMP пакет четвертый не могу если что залезть вовнутрь изучить детали изучить логику на сетевом уровне на канальном уровне на уровне физическом вообще-то мы могли бы логику изучать на уровнях выше на уровне четвертом седьмом конкретно в этой демонстрации я не стал создавать что-то сложное чтобы уложиться во время и поэтому ограничился пингом и ICMP но тем не менее пакетрейсер умеет гораздо гораздо больше и если что я всегда могу подробности поизучать пакетрейсер позволяет вам моделировать перемещение пакетов по сети видеть логику устройств не просто как это описано в книжках а прям на живую это все показывать вы можете это читать наблюдать вживую перемещаться по времени при этом не обязательно смотреть все при все вы можете отфильтровать по конкретным протоколам и надо сказать это довольно интересно я сколько лет занимаюсь сетями ну наверное с 2005 года больше 15 лет и знаете мне интересно до сих пор и такое обилие здесь всего что можно новичку без полноценного снифера обходиться довольно продолжительное время я думаю если вас это все заинтересовало вы можете сами попробовать воссоздать эту топологию в пакетрейсер благо тут нет ничего суперсложного если вас интересует техническая составляющая вам интересно как сеть работают как устроены протоколы как они друг с дружкой взаимодействуют как настраивать сетевые устройства компании Cisco Systems вам мало просто тыкать самому в пакетрейсер и вы хотите чего-то более системного то что мы можем вам предложить все что я описывал всю вот эту логику можно будет услышать на курсе под названием CNI70 маршрутизация и коммутация в сетях Cisco это довольно популярный курс я веду его на регулярной основе выходные субботу воскресенье в разное время иногда по вечерам в будни курс длительный подразумевает 48 часов с преподавателем и 162 часа самостоятельного обучения 210 часов суммарно состоит из трех больших модулей 47 глав 91 заранее проработанная лабораторная работа в симуляторе пакетрейсер не просто что-то потыкать а с инструкциями как положено с проверкой доступ к официальному учебному материалу на сайте сетевой академии в том числе и на русском языке не только на английском после успешного завершения курса полагается сертификат от самой сетевой академии ЦИСКО курс совмещен с экзаменом CCNA самой последней версии за номером 200-301 так что если вы заинтересованы в сдаче экзамена хотите подготовиться систематизировать знания это прекрасный вариант ну а для тех кто заинтересован в сдаче экзамена CCNA также еще большим плюсом является то что тем кто учится хорошо можно получить ваучер на скидку при сдаче экзамена с CCNA на текущий момент на конец августа стоимость экзамена с CCNA составляет если я правильно помню 300 долларов а с ваучером опять же на текущий момент стоимость сдачи экзамена составит всего 125 долларов это конечно правда может поменяться но мне кажется это значительная скидка для кого этот курс я думаю он подойдет в принципе всем тем кто так или иначе связан с IT потому что без сетей нынче никуда и сетевым инженерам начального уровня и сетевым администраторам и техническим специалистам и специалистам технической поддержки пользователей и тем кто изучает оборудование ЦИСК и хочет сдать экзамен CCNA я думаю без сетей нынче никуда огромное количество материала вы можете ознакомиться с программой по ссылке выше или по вот этому QR-коду который представлен в правом верхнем углу вот то что я сегодня вам показываю это как раз таки затрагивает что физический уровень система счисления канальный уровень основа Ethernet сетевой уровень протокол ARP адресация IP версии 4 ICMP вот из всех этих глав я взял немножко информации для того чтобы составить полную картину работы команды PING и перемещение составленного пакета по сети вот я затрону все что я затрагивал рассматривается вот в этих главах модуль 1 это вводный модуль дальше будут уже более специализированные модули такие как модуль 2 углубление в маршрутизацию коммутацию рассматриваются такие темы как ВИЛАНы маршрутизация между ВИЛАНами протокол Spanning 3 Ether Channel DHCP безопасность локальных сетей маршрутизация статическая маршрутизация поиск и исправление неисправностей при работе с маршрутами и в заключительном третьем модуле уже глубокое изучение сетей это сеть построения сетей уровня предприятия безопасности автоматизация динамическая маршрутизация SPF версии 2 основы сетевой безопасности основы списков контроля доступа и их настройка процесс NAT обзор VPN IPsec управление сетью дизайн сети траблшутинг и автоматизация работы сетей есть также ряд дополнительных тем такие как протоколы резервированные первого шлюза беспроводка введение в качестве обслуживания виртуализацию и основы глобальных сетей курс идет довольно часто ближайшие дату проведения вы видите на экране это занятие по субботам днем с 4 сентября по 20 ноября полное расписание вы всегда можете посмотреть по ссылке которая представлена выше или воспользовавшись вот этим чудо QR-кодом курс входит в дипломную программу даже в две сертифицированный системный сетевой администратор тому кому интересно переквалификация сетевого инженера или в дипломную программу сертифицированный системный администратор локальной облачной инфраструктуры это дипломные программы включающие в себя несколько курсов плюс работа итоговая и после успешного завершения курса выполнения итоговой работы, вы получаете диплом о профессиональной переподготовке. Если вас не интересует диплом, но вы хотите какой-то такой значимый документ, то этот курс входит также в комплексную программу, которую называют сертифицированный сетевой администратор со специализацией в области безопасности и кибербезопасности. Курс входит в несколько программ, что позволяет вам комплексно подойти к обучению, возможность получения более значимого документа об окончании и, конечно же, когда вы берете несколько курсов, они идут со скидкой и порой значительно. И теперь, я думаю, настало время вопросов и ответов. Если у вас какие-то вопросы по показанному мной в демонстрации, по теме сегодняшнего мастер-класса или рядом с ним, я так вроде чат поглядывал во время моей демонстрации и, в общем-то, вопросов не было. Если они у вас есть, самое время их задать. Так, вопрос, ну, не совсем по теме, но вопрос хороший. Вот Евгений спрашивает, насколько системному администратору критично в работе знаний языков программирования, например, модного Python. И да, тут не поймешь, как его называть. Кто-то говорит Python, кто-то говорит Python. На текущий момент Евгений, я отвечу так, это очень важно. Всегда было важно иметь возможность автоматизации каких-то рутинных задач, но сейчас это ушло прямо на какой-то новый уровень. И если я вернусь к программе курса, то вы увидите здесь, например, такие вещи, посвященные виртуализации сетей. Или, или, о, не выдержал моего напора, PowerPoint. Или даже, смотрите, автоматизация работы сетей. И мы рассматриваем на этом базовом курсе основные инструменты. Что такое программно определяемые сети, какие они дают нам преимущества, какие есть варианты автоматизации. Мы упоминаем инструментарий, такой как Ansible, Chef. И Python является одним из инструментов для автоматизации работы сети. Надо сказать, наверное, одним из самых ходовых инструментов. И чем больше вы углубляетесь в современную IT-инфраструктуру, тем больше автоматизация востребована. И, например, я тоже постоянно занимаюсь так или иначе написанием скриптов, программированию. И хотя изначально я учился отнюдь не на Python, а я изучал другие языки, со временем я выучил в том числе и Python. И это востребовано. Это реально нужно. И это реально полезно. Я даже надеюсь, что в ближайшее время я добавлю официальный курс, тоже от компании Cisco Systems, который называется «Программирование для сетевых инженеров» по RANAE. Programming for Network Engineers. Это четырехдневный курс, который как раз посвящен основам автоматизации сетей, их вариантам. И упор делается на языке программирования Python и написании на нем как раз-таки скриптов для автоматизации работы сети. Прямо с реальным оборудованием, снятие информации, программирование, отработка. В общем, тема очень ходовая. Если вы пока никаким программированием не занимались, мне кажется, самое время. Если вот прямо даже сейчас вам не нужно, я уверен, что это пригодится. Об этом все только и говорят. И на курсах уровнем выше, вроде CCNP Enterprise, Python тоже является неотъемлемой частью курса. Вот так вот, например, на курсе под названием Enterprise Core, внедрение основных технологий для работы предприятия. Это уже продвинутый курс. Там как раз один из модулей полностью посвящен основам программирования на Python, а это показатель. Один модуль посвящен всяким API, что тоже является показателем. Так, вопрос от Ольги. Чем отличается сетевой инженер от сисадмина? Ну, это такой, знаете, провокационный вопрос, но я думаю, он очевиден. Системный администратор занимается системами, а сетевой инженер занимается сетями. Не знаю, это бы хотели услышать или не это. Системный администратор обычно это тот, кто занимается администрированием конкретных операционных систем или решений под эти операционные системы. Например, системный администратор Windows занимается администрированием Windows. Системный администратор Linux занимается администрированием Linux. Есть более специализированные системные администраторы. Администратор службы почты электронной. А сетевой инженер в первую очередь занимается сетями. Почему курс для обоих профессий подходит? А тут все просто. Системный администратор без знания сетей это ноль. Все сервисы так или иначе затрагивают работу сети. И как же может системный администратор заниматься администрированием и налаживать сервисы, если он даже не знает, как происходит движение пакетов по сетям? Никак. Ему определенно, наверное, не нужны суперглубокие знания. Может быть, такие вещи, как протоколы динамической маршрутизации рядовому системному администратору не очень нужны. Но весь первый модуль, все, что связано с моделями, с адресацией, с ACMP и так далее, нужно всем. Такие технологии, как VLAN, EtherChannel, DHCP, базовая маршрутизация тоже нужно всем. VPN, IPsec, NAT, ACL тоже нужно всем. Мне трудно себе представить системного администратора без знания сетей. Я бы сказал, это не полноценный работник. Причем, отвечая на ваш второй вопрос, сети нужны всем. И системный администратор без основ сетей, ну, это не системный администратор. Мне кажется, такой сотрудник организации не нужен. Это человек, который полноценно выполнять свои обязанности не сможет. Вот как-то так. Так, вот вопрос. Можно ли, уже ближе к тематике, можно ли в Packet Tracer использовать реальные прошивки? Нет. Packet Tracer – это симулятор, который работает на основе кода, который написали именно его создатели. Packet Tracer не позволяет вам использовать что-то со стороны. Это не его конек. И этого, я думаю, никогда не будет. Тем не менее, внутри Packet Tracer можно, если вы заинтересованы в программировании, в автоматизации, в интернете вещей, создавать свои собственные решения на базе интернета вещей и даже их программировать. Немного не моя тематика, но, судя по всему, это довольно интересно. Если я возьму какое-нибудь устройство интернета вещей, батареечка, я думаю, мне не нужна. Вот видите, здесь есть такие вещи, как IoT Monitor, IoT IDE. Здесь вот можно создавать проекты на языках программирования, таких как JavaScript, Python, закладывать прямо сюда внутрь логику, и позволять создавать новую логику вашим устройствам. Что, отвечая на ваш вопрос, сторонние прошивки засунуть сюда нельзя, но есть возможность дополнительного программирования своих собственных устройств. Чаще всего это, конечно, устройства интернета вещей. Можно ли в пакетрейсер создавать логические схемы и конвертировать их? Создавать логические схемы, вот, пожалуйста. Создавайте, пишите. Их даже можно сохранить, распечатать, например, в файл. Так, вот. Видимая логическая топология. Видимая физическая топология и так далее. Можно распечатать файл. Давайте я ради примера это сделаю. Рабочий стол. Где мой рабочий стол? Вот он. Ну, я назову здесь, например, PT-Супермоделинг. И получился на выходе файл в формате PNG. Сейчас я его покажу. Но, как видите, это, ну, нельзя назвать полноценной документацией. Но, тем не менее, да, тем не менее, какие-то простейшие вещи, я думаю, вполне. Конвертировать визио тоже, понятное дело, нельзя. Для визио есть визио, а для составления схем есть другие, более интересные инструменты. Тем не менее, в пакетрейсере можно не только экспортировать, не только располагать устройство, можно добавлять надписи, рисовать линии, например, вот всякие эти прямоугольнички тут и так далее. Например, хочу я свою сеть выделить каким-нибудь оранжевеньким, чтобы она была хорошо видна. Вот так вот. Ну, уже неплохо. Так что базово вполне. Но считать это как бы суперсерьезной документацией, ну, наверное, нет. Лучше взять полноценный инструмент. Я думаю, так как вы, Александр, на курс ходили, я эти инструменты перечислял, такие как Microsoft Visio, LibreOffice Draw, Draw.io и так далее. Пакетрейсер – это все-таки, в первую очередь, инструмент для изучения сетей, построения, настройки, моделирования и базовое знакомство с чтением и составлением документации. Так, вроде как я по вопросам пробежался. Вы так, походу, что-то накидали, я вроде на все ответил. Так, я думаю, супермоделинг мне этот ни к чему. Я его потру, чтобы не забыть, не оставлять мусор. Что ж, раз более вопросов нет, тогда давайте заключительные, заключительные слайды. Так как я довольно часто устраиваю семинары, вот если он вам понравился, вы хотите продолжения, пожалуйста, дайте как-нибудь знать, предлагайте свои темы, можете написать что-то приятное на infosobakospециалист.ru, пожалуйста. Все контакты были в самом начале. И если вас заинтересуют курсы и так далее, телефон вы видите на слайде. Ольга, отвечая на ваш вопрос по содержимому, стоимости и так далее, я думаю, вам будет проще всего либо позвонить, либо перейти по той ссылке, которую я оставлял в чате, не в чате, а на слайдах, дайте я продублирую, или позвонить по телефону, вам все расскажут, подберут. Немножко не моя часть, моя часть техническая. Что ж, спасибо всем еще раз, надеюсь, было интересно, познавательно, и тем, кто, может быть, не связан с сетями, и тем, кто, как я вижу, знакомые лица, тем, кто уже знаком с сетями. Вот, я думаю, есть над чем подумать, пакеттрейсер пригодится, тем, кто и начинает, и тем, кто продолжает. Спасибо еще раз, и до новых встреч. Всего хорошего вам.